Всем привет! Сейчас я расскажу вам, как отличить поддельное масло Toyota от оригинального. Поддельные банки высокого качества появились буквально месяца 4 назад на рынке. Китайцы стали делать уже лазерный шов на банке. Это было раньше главное отличие, которое отличало подделку от не подделки, контрафакты от оригинала. Сейчас видите, китайцы уже научились это делать. Немножко кареваста, но это уже не вальцовка, это уже лазерный шов. Давайте сейчас я вам перечислю те нюансы, по которым отличаются банки от оригинала от неоригинала. Во-первых, смотрите. Металл на оригинальной банке. Оригинальная банка слева, поддельная банка справа. Металл на оригинальной банке, если смотреть его на свет, ну, камера очень тяжело, это передает, конечно, в лучшую солнечную погоду это делать, либо хотя бы при дневном освещении. Металл зашлифован параллельно банке. На китайском, китайской банке листы металла используется, шлифовка идет перпендикулярно длине банки. Особенно это заметно на ручке. Давайте попробую приблизить, не знаю, будет заметно, нет. Вот шлифовка вот так вот идет. На оригинале шлифовка всегда идет вот так вот. Второе отличие, основное тоже, что бросается в глаза сразу, в первую очередь. Это кант металлический, который завальцован сверху. На оригинале он отполирован. Не до состояния хрома, конечно, но это видно, что отполированный металл. На поделке это матовый металл. И эти разницы, если сложим вместе их, чтобы было более понятно. Ну и сама вальцовка сделана гораздо более плохо. Видите, тут как бы острые края, а на оригинале это плавная вальцовка такая заводская. Ну и шов, смотрите, на поделке он достаточно топорно сделан. Хоть и лазерной сваркой, но это такое оборудование дешевое. А на оригинальном масле он абсолютно ровный. Без косяков, без неровностей. По цвету банки абсолютно идентичны, но практически. Единственная разница в том, что, например, на штрих-кодах это более заметно. На оригинале это белый получается фон на штрих-коде на поделке. Он такой немножко фиолето-розовый. Но, возможно, это огрехи краски. Китайцы могут их исправить, поэтому внимания на это не стоит обращать, мне кажется. Еще нюанс, смотрите, на оригинальном масле ручки, которые приварены точечной лазерной сваркой поверхности банки. Вот эти вот, их части, видите, они абсолютно прямые. На поделке. Сами видите, они немножко загнутые. Но тут есть определенный нюанс. Если на банку, на оригинальном, даже сильно надавить, то эта вот поверхность, она тоже может выгнаться. Поэтому это не показатель. Если две банки поставить рядом между собой, то очевидны, конечно, различия. Видите, даже вот если сверху снять, как выглядит металл, да? На оригинале он такой гладкий. На поделке, на контрафакте, он такой широковастый, прям конкретно. Крышки абсолютно одинаковые. Разницы между ними практически нет. Никакой пластик, который используется вот на этом язычке. На оригинале он прозрачный. На дубле получается он матового цвета. Ну и по коробке еще раз сделаю нюанс. Опять же, вот коробка поделок. Она без оригинального бумажного скотча. Тот скотч уже оторван, видны его остатки. Он просто бумажного цвета, такого прозрачного цвета, обычный прозрачный скотч. На оригинале всегда бумажный скотч. В последних партиях он обязательно с иероглифами, в любом случае. На поделке, ну и коробка сама по себе. Я как человек, который раньше занимался картонной тарой, скажу вам, что качество коробки, конечно, радикально отличается. Но человек непосвященный, конечно, этого не поймет. Но тем не менее, обращайте внимание, чтобы коробка обязательно была с нейлоновыми ручками оригинальная. Чтобы она была выскочевана бумажным скотчем с иероглифами. На предыдущем видео я это показывал. И обязательно, чтобы у ваших постачков, которые предлагают на Тойоту 4-х литровых банках, были литровые банки. И стоили они пропорционально. Потому что литровые банки на Тойоту не подделывают с консервой. Пока что. Субтитры сделал DimaTorzok